здравствуйте дорогие друзья подписчики подписчицы случайные зрители если вы еще не подписались на наш канал обязательно подпишитесь в этом видео мы поговорим о гуппи ведь это самая распространенная популярная аквариумная рыбка на которую мы так долго не решать сделать обзор и вот почему все дело в том что в интернете огромное количество видео посвящено этим рыбкам огромное количество информации о любителей профессионалов разводчиков этих рыб относят вообще к отдельному классу аквариумистов по этой причине нами было принято решение выпустить серию сюжетов про гуппи и впоследствии все сюжеты объединить в один большой фильм первая часть это история рыба гуппи вторая часть виды гуппи третья часть содержание и уход за гуппи история рыбок гуппи впервые о существовании яйца живородящих рыб документально упоминается в 1769 году это время было богато на открытие ученые разных направлений отправлялись научные экспедиции и возвращались обратно привозили с собой различные экземпляры для показа и изучения это время богато и на путаницу конечно это путаница гуппи не вошла стороной по этой причине гуппи распространялись среди аквариумистов того времени под разными названиями но давайте обо всем по порядку известный немецкий их теолог того времени вильгельм карл гарвер петерс натуралист зоолог анатом и первооткрыватель иностранный член корреспондент российской академии наук получивший в 1838 году ученую степень кандидата наук изучал очередную коллекцию доставленную в германию из венесуэлы это был 1859 год в этой коллекции он обратил внимание на будущее гуппи если быть более точным на внешнее сходство этих рыб с представителями семейства пиццилиевых и определил их как пиццилия ретикулала в силу своей неприхотливости эти рыбки легко прижились у ученого и более того вильгельм карл гарвер петерс описал привычки и особенности этих рыб по сути это была самая первая в мире информация по уходу и содержанию будущих гуппи будь вильгельм немного попроворнее вероятно что у гуппи было бы название петерса но увы спустя еще два года в 1861 году филиппи из испании получил партию аквариумных растений и рыб присланных из барбадоса он как и петерс вновь обратил внимание на малоизвестных в то время рыб точнее ему они были вообще неизвестны и о том что петерс этих рыб к тому времени уже писал не знал по этой причине он принялся их изучать сам но как и вильгельм карл гарвер петерс филипп отметил сходство этих рыб с пиццилиями однако дал новому виду свое название возможно сегодня мы бы их называли филиппки но и на этом история продолжается в лондон британский музей к их теологу гюнтеру карлу альберту дата рождения 1830 и дата смерти 1914 год зоолог немецкого происхождения работавшие в основном британии известному их теологу и гипертологу члену лондонского королевского общества 1866 году то есть спустя уже семь лет грубо говоря открытие петерса присылают несколько все тех же рыб карл гюнтер в то время работал директором этого музея именно он и сыграл главную роль название этих рыб дав им имя английского священника роберта джона лемморчера гуппи который их и прислал из тринедады вместе с геологическими пробами предположив что именно роберт гуппи впервые их обнаружил и был первооткрывателем этих рыб вообще в то время слабо верилось в то что рыбки могут быть живородящими когда роберт леммчер гуппи вернулся в лондон в 1886 году на его доклад собрались члены королевского общества важным моментом был сам факт живородящих рыб после чего роберт леммчер был поднят на смех на этом история гуппи не закончилась в 1909 году капитан у и пан стал собирать целую коллекцию этих рыб для британского музея помимо этого он же занимается разведением и поставка европу гуппи из барбадоса венесуэла и тринадада путаница с названием рыб продолжается это долго терпели в 1910 1913 году решили положить этому конец после чего решили раз и навсегда переновать этих рыб вспомнили истинного первооткрывателя петерса и назвали данный вид флебистес ретикулатус питерс и все вроде хорошо однако шимя гуппи уже завоевала популярность и только набирал обороты среди поставщиков этих рыб именно под названием гуппи мы этих рыб разводим и по сей день уже в 1911 году в германии состоялась первая в мире выставка гуппи в городе лейпциге россия в это время не осталась стране и в санкт-петербурге в это же время был первый всероссийский конкурс гуппи в котором принимали участие акварилмисты предоставившие не менее 10 оригинальных самцов собственного разведения что уж там говорить до сегодняшнего дня тех легендных диких гуппи вытеснили из аквариумов оригинальные искусственно выведенные виды гуппи история данных рыб с названием на этом закончилась однако история этих рыб заключена не только в названии очень широко известная история с одним из страшнейших врагов человечества болезнь малярия уносящая миллионы жизней по крайней мере в те не столь далекие времена во второй половине прошлого века люди обратили внимание что на острове барбадосе где водоемы буквально кишат рыбками гуппи малярии практически нет на других островах где эта рыбка не жила болезнь косила жизни после этого осознания гуппи стали одной из самых известных рыб ведь про нее писали в научных журналах и книгах в газетах ее называли спасателем человечества благодаря этому ее привозили в америку африку и даже в индию заболеваемость малярии действительно сократилась но естественно это не из-за волшебного воздействия а из-за того что разносчиками заболевания являлись москиты мелкие двукрылые кровососущие насекомые глупи же поедали яйца личинок и куколок комаров и москитов чем и сокращали распространение болезни в наши дни на рыбках гуппи проводились а возможно и проводится по сей день опыты по скрещиванию которые помогают ученым генетикам понять законы наследственности помимо этого глупи очень чувствительны к окружающей среде из-за этого на них испытывали степень очистки сточных вод и действия химических веществ в воде но и это еще не все о чем не хочется сказать глупи является первыми аквариумными рыбками которые побывали в космосе на борту орбитальной станции салют-5 ну и напоследок отмечу что гуппи изначально обитали на островах тринидады барбадоса мартиника и святого томаса помимо этого живут и в солоноватых водах венцуэлы гаяны коста-рики севера и юга бразилии прижились они также в мексике сша италии на мадагаскаре западной африке и индии ну а теперь феномен прижились они и в подмосковье середины 60-х годов в москва реке и других водоемах столицы в районах сброса теплых промышленных и бытовых стоков случайно или специально эти рыбки были выпущены аквариумистами и дали начало целым стаям гуппи не отличимых по внешнему виду от своих диких тропических предков которых когда-то в 1860-х годах завезли в европу на этом история гуппи заканчивается всем кому было интересно ставьте пальцы вверх а я с вами на этом прощаюсь всего доброго до новых встреч до свидания а